Официальная статистика В Литве проживало 189 411 иностранцев А в 2024 году – 221 848 То есть на 1,07% больше, чем в 2023 году Число украинцев увеличилось в 6 раз до 86 тысяч Белорусов в 2 раза до 63 тысяч Казахов в 9 раз до 3 тысяч Таджиков в 71 раз почти до 6 тысяч Узбеков в 33 раза до 8 тысяч А киргизов более чем в 300 раз до 6 тысяч Именно тут самые неожиданные изменения Гостей из Средней Азии в Литве стало в десятки А в отдельных случаях в сотни раз больше, чем год-два назад Абсолютные цифры не очень большие Порядка 25 тысяч всех вместе взятых Но таких цифр совсем недавно не было И ответ на вопрос, кто они, очевиден Рынок труда, а вернее логистика Литовские компании буквально охотятся за водителями дальних экспедиций Они же в момент простоев подрабатывают водителями такси Если вы пользуетесь такими сервисами, как Болт, да еще и Бильнюсе То наверняка обратили внимание, что едва ли не через одного водителя Попадаются гости из Солнечной Средней Азии И многие из них достаточно разговорчиво и прямо рассказывают историю появления в Литве Зачастую она банальная Подписал контракт с логистической компанией И сейчас перерыв между рейсами Вот и таксую чего просиживать Ну а количество россиян колеблется незначительно В начале года в нашей стране проживало 15 706 граждан России В середине 2023 года 16 193 Ну а всего в Литве в прошлом году постоянно проживало 2 миллиона 857 тысяч человек Это свыше чем на 51 тысячу человек больше, чем в 2022 году Такой прирост в первую очередь за счет украинских беженцев и белорусов В последних сегодняшние власти видят угрозу Утверждая, что большинство это не беглецы от Лукашенко, а экономические мигранты Которые вполне лояльны властям Беларуси Во вторник парламент Литвы одобрил поправки к закону Согласно которым предлагается еще на один год продлить национальные санкции Применяемые гражданам России и Беларуси А также ужесточить проверку въезжающих в страну белорусов Однако на стадии рассмотрения предложения включить законопроект положение Ограничивающее количество поездок россиян и белорусов на родину Поддержки не нашло Оптовая цена на электроэнергию на энергетической бирже Самая дешевая за последние месяцы В некоторые дни она даже отрицательна И производители сами готовы платить только за то, чтобы хоть кто-то взял такую электроэнергию Но некоторые поставщики электроэнергии это, похоже, не замечают Для населения электричество становится только дороже, пишет портал ТВ3.ЛТ Эксперты Литовского энергетического агентства подсчитали, что в этом году самая низкая средняя недельная цена на электроэнергию составила чуть меньше трех центов за киловатт-час А 14 апреля на бирже была зафиксирована самая низкая дневная цена на электроэнергию с июня 2018 года Менее двух десятых одного цента за киловатт-час Несмотря на падение оптовых цен, некоторые поставщики электроэнергии неожиданно решили повысить цены По данным Литовского энергетического агентства, два независимых поставщика электроэнергии за одну неделю 16 апреля 2024 года повысили тарифы на 12-месячные и 24-месячные тарифные планы с фиксированной ценой от 2 до 6 процентов Поставщики объяснили, что регулярно пересматривают цены на электроэнергию, а биржевые цены Nord Pool отражают только сегодняшнюю ситуацию При этом предложения независимых поставщиков основаны на будущих ценах на год, два и более лет Другими словами, когда они представляют новые предложения, то ориентируются не на цену на бирже в этот день, а на то, какими цены на электроэнергию будут в будущем Таким образом, ценовые предложения постоянно колеблются в зависимости от меняющегося прогноза на будущее Они остаются тревожными, говорят в компаниях войны, климат, перебои в поставках и многие другие факторы Правда, кажется, это как с ценами на топливо Как только в мире нефть дорожает, цены на заправках меняются моментально Как только падают, то поставщики философски рассуждают, что снизить сразу нельзя Распродаются еще старые запасы, купленные по высоким ценам, да и неизвестно, как долго будут держаться низкие цены И на этом фоне на неделе пришла, пожалуй, самая любопытная новость Литва вошла в список стран с самым маленьким госдолгом В прошлом году государственный долг Литвы составил чуть более 27,5 миллиардов евро Что соответствует чуть более 38% валового внутреннего продукта страны Что ниже среднего показателя по Европейскому Союзу, сообщает агентство БНС Согласно данным Евростата, Литва входит в шестерку стран сообщества с самым низким уровнем долга Государственный долг Латвии составлял более 17,5 миллиардов евро или более 43,5% ВВП А Эстонии немногим менее 7,5 миллиардов евро или чуть более 19,5% ВВП Эстония имела самый низкий государственный долг в ЕС Греция остается страной с наибольшей задолженностью Ее госдолг составляет почти 162% ВВП По данным Евростата, общегосударственный долг стран ЕС в прошлом году составил неполные 82% ВВП В еврозоне свыше 88,5% И тогда возникает главный вопрос Главная тема последних месяцев – поиск финансирования на оборонные нужды При этом недостаток порядка 2 миллиардов евро На самом деле в публичном пространстве называют суммы даже гораздо меньше Но чтобы решить вообще все проблемы, грубо говоря, нужно 2 миллиарда Внимание! Сейчас мы будем рассуждать как плохие экономисты, которые вообще в этом не разбираются И у профессионалов, возможно, вызовем приступ хохота Но вопрос назрел Почему правительство обсуждает повышение налогов для населения, едва ли не приравнивание самозанятых к наемным работникам, повышение налогов для бизнеса и многое другое, когда у нас чуть ли не самый маленький государственный долг в Евросоюзе? Понятно, что если одолжишь 2 миллиарда, то отдавать придется совсем другую сумму, гораздо больше Чтобы понимать это, не обязательно быть экономистом Но это все равно не так значительно ухудшает ситуацию на фоне других стран с космическими долгами И наверняка веские причины есть, но, что интересно, никто из властей их четко не проговорил Рассматривая вопросы повышения налогов, которые совершенно точно повлияют на жизнь каждого, никто не объяснил, почему не стоит одолжить необходимые средства на международном рынке Этой темы нет даже в дебатах кандидатов в президенты, которые на уходящей неделе наконец стартовали У нас, Литвы, за неделю ответа на этот вопрос нет Но в будущих выпусках постараемся на него ответить и задать этот вопрос, в том числе кандидатам в президенты На минувших выходных 20 апреля скоропостижно скончался экс-премьер Литвы Гедемина Скиркалас Он был не только одним из самых ярких представителей социал-демократов Одним из ближайших сторонников первого президента Альгерда Сабразаускаса Политиком уходящей культуры, но и в целом одним из самых видных государственных деятелей страны Спокойный, рассудительный, не замеченный в скандалах Его даже трудно представить говорящим на повышенных тонах, уважительный к оппонентам Он единственный руководил Литвой в позиции правительства меньшинства Когда премьер он, а оппозиционная коалиция во главе консерваторов в парламенте в большинстве Такого больше не было никогда Именно он в том числе занимался переговорами о выводе уже российских войск из Литвы после развала СССР Он занимался вопросами транзита из Калининградской области Во многом именно его работа послужила гладкому вступлению Литвы в НАТО и ЕС Будучи коммунистом во времена СССР, он, пожалуй, был одним из самых больших энтузиастов интеграции Литвы на Запад И при этом защитником русскоязычного населения До конца жизни он оставался активным, комментировал события в стране, не оставлял свое хобби – рыбалку, теннис и велоспорт Чуть более года назад в интервью телеканалу ТВ3+, о неприязни к местному русскоязычному населению из-за войны России в Украине, вот что он говорил Мы решили включить в наш обзор это интервью полностью Это одно из последних интервью Гедеминаса Киркелеса на русском языке Оно короткое и не потеряло актуальности сегодня Господин Киркелес, вы, видимо, как и многие из нас заметили, что в последнее время в Вильнюсе все чаще слышна русская речь И этому, видимо, способствует иммиграция, но иммиграция не только и даже не столько из России, сколько из Украины и Беларуси Но речь-то русская, и как вы считаете, вот почему эти люди говорят в основном по-русски, а не по-украински, не по-белорусски? Ну, хороший вопрос, конечно, я как человек пожилой и родился в Вильнюсе Когда я родился, вообще литовцы составляли меньшинство Мне отец говорил, что только пятая часть была после войны И тогда тоже и русские, и, скажем, люди еврейской национальности, и белорусы, и все остальные Почти все, за исключением, может быть, поляков, и те довольно осторожно, все почти говорили по-русски Ответить на это сложно, может быть, многие думают, что это язык, при помощи которого легче общаться с другими Я думаю, это так, потому что вот видишь, что человек говорит с кем-то там, например, работает в магазине Говорит по-русски, а вот повернулась с подругой уже там по-украински Но нет между собой тоже в основном по-русски, говорят люди? Ну, есть уже по-украински, особенно дети Я несколько раз в троллейбусе встречал группу детей, они говорят по-украински все-таки Но вы правы, конечно же, в основном говорят по-русски В принципе, наверное, это идет из советского времени, когда все были убеждены, что Не только убеждены, заставили всех, что русский язык – это язык межнационального общения Он, в принципе, таким и стал И нельзя забыть, что русификация была не только в Литве, в странах Балтии, в других странах, в Грузии и так далее Может быть, даже меньше там немножко Но русификация особенно сильная была как раз на Украине и в Беларуси Господин Киркеловский, недавно приведенный компанией «Бальтиостириум» и опрос общественного мнения в Литве показал, что за последний год в два и даже в три раза выросло количество людей Которые не хотели бы видеть своими соседями русских или сдавать на нем квартиры русским Это большая цифра Как вы думаете, к чему могут привести такие тенденции, что это будет еще одна кристалнахт? Тенденции, конечно, плохие Политики должны это внимание обратить Это, конечно, первая реакция на то, что вдруг появилось больше других людей Они другие, они откуда-то приехали Они говорят на другом языке Это, во-первых, некоторых нервирует даже и так далее То есть просто ксенофобия, на ваш взгляд, это такая? Такая легкая вначале первая реакция Но привести, если на этот процесс не обращать внимания Думаю, что даже ваша передача очень важная в этом смысле Надо людям понемножку дать понять, что придется как-то сожительствовать Как-то Лучше сожительствовать хорошо Вот тот же опрос общественного мнения показал, что за последний год с 27 до 75 процентов Гигантская, опять же, цифра выросло число людей, которые негативно относятся к русским вообще Ну или скорее негативно Вот как вы думаете, проекция этого негативного отношения Ведь она же не спросит же у них, не будут смотреть паспорт у каждого Эта проекция будет производиться и в отношении русских, которые здесь живут в Литве И в отношении тех же украинцев, которых слышат, говорящих по-русски Как вы думаете, на политическом уровне это должно как-то уже решаться? Или проблема еще, на ваш взгляд, совсем незначительная? Проблема уже значительная, конечно, надо об этом думать Конечно, это последствия войны Не войны, я бы сказал, а агрессии российской Такой совершенно варварской, я бы сказал Что мы видим сейчас, так как нормальный человек же Он, конечно, возмущается И он, хочешь не хочешь, может, на уровне подсознания переносит это на всех русских И на тех русских, которые даже здесь родились И у нас же есть очень старые общины, русские староверы и так далее Которые уже давно интегрировались Они были всегда из-за независимости Литвы Они даже боролись в первой Добровольцами были перед войной Многие получили даже землю и так далее Но надо знать историю То есть история, это первый учитель Надо об этом говорить, какие традиции в Литве И так далее Надо, конечно, об этом говорить и с учениками Вот вы человек искушенный в делах политики Как вы считаете, какие должны приниматься решения сейчас в этом отношении? Ну, во-первых, конечно, надо об этом говорить Во всех формах, которые возможны Во всех формах И просвещение, как вы знаете Самое лучшее лекарство, если можно так назвать лекарство В этом смысле Говорить об истории, об истории того же Вильнюса Потому что в Вильнюсе, наверное, больше всего будет Людей, которые приехали Но нет же у нас недостатка просвещения А вот результаты опросов видим какие Ну, вы знаете, если вы посмотрите нашу программу Я не убежден, что там очень много говорится об этом О межнациональных отношениях Я не думаю, что там очень Как раз напротив Наверное, эти все Ну, в советское время, что было, это все было изъято А чем новым заполнили Я не уверен в этом В Сейме, Литовский комитет по правам человека Вот председатель этого комитета Довольно много уделяет внимание вопросам дискриминации Но почему-то не дискриминации на национальной почве Как раз этот вопрос, он обходит стороной Это я знаю из своего личного опыта И его, так сказать, соучастники в делах партии «Свобода» Даже не гнушаются обзывать русских Такими словами, как «Кацап» и прочее Как вы объясните этот феномен? Да, вы знаете, очень странные Они называют себя либералами Либералы вообще должны быть за все права Меньшинств разные Потому что меньшинства разные В данном случае мы говорим о национальных меньшинствах Значит, проблемы национальных меньшинств Те же самые В общем-то В смысле, в общественном таком понятии Даже иногда острее, как мы знаем Иногда приводили к очень плохим последствиям Поэтому это, в общем-то, удивительно Что они говорят только об одном аспекте Прав человека А этих аспектов очень много Но почему? Что это? Откуда такое? Я думаю, потому что Во-первых, потому что они сконцентрированы на этом вопросе Партия этого одного вопроса И сейчас они пока еще не решили этот вопрос И все время на нем они висят То есть Может, им это выгодно? Конечно, это им выгодно Они хотят сохранить свой электорат Спасибо вам Спасибо Семь Литвы принял поправки Позволяющие крупным западным производителям оружия В том числе немецкому концерну Ryan Metal Быстрее начать строительство заводов на территории Литвы Каунас первым в стране утвердил программу Оборудование убежищ в многоквартирных домах Дополнительные аварийные выходы Монтаж систем вентиляции Освещение и водоснабжение Возможность подключения автономного электроснабжения Усиление строительных конструкций Профинансировать все эти шаги Каунас планирует в соответствии с недавно Утвержденной программой оборудования убежищ В многоквартирных домах С одобрения горсовета Муниципалитет планирует выделить средства На оборудование убежищ уже в этом году Социал-демократы столицы предлагают Чтобы самоуправление Вильнюса И комиссия по исторической памяти города Рассмотрели возможность создания сквера в столице В память о жертвах режима Александра Лукашенко До сих пор нет официального места Посвященного этой теме В минувшую субботу по всей Литве Прошла национальная лесохозяйственная акция Чтобы лес был зеленым По словам генерального директора Государственного управления лесного хозяйства В этом году к этому мероприятию Присоединились около 15 тысяч человек 150 команд разных компаний Представители культуры Послы, министры, члены сейма И муниципалитетов, местные сообщества, образовательные учреждения В ходе акции были Посажены смешанные насаждения Состоявшие из более чем трех местных пород деревьев Дуба, березы, липы, ели, сосны, черной, ольхи, бука и других Если вам 18 лет, то по Евросоюзу вы можете путешествовать бесплатно Более 200 молодых людей из Литвы могут выиграть бесплатные билеты по Европе В рамках инициативы Европейской комиссии Discover.EU Всего будет разыграно 35 500 билетов Из которых на Литву приходится 223 Заявки принимаются до 30 апреля 13.00 на портале Европейской молодежи Подавать их могут молодые люди Родившиеся с 1 июля 2005 года По 30 июня 2006 Зарегистрировшиеся должны будут ответить на 5 вопросов О Европейском Союзе И один дополнительный вопрос сообщает Радио.Р В Тракайском замке идут ремонтные работы В настоящее время проводятся работы по обновлению здания и инфраструктуры Дата завершения проекта – 2027 год В настоящее время и до конца 2024 года в приоритетном порядке ведется ремонт Так называемых княжеских покоев в левом крыле замка Почти половина жителей Литвы отпуск проводят за границей И выбирают более дешевые, но более частые поездки Свидетельствуют данные опроса инициированного компанией Балтик Тор По данным исследования, в этом году почти половина, 48% респондентов, отдыхавших за границей в течение последних 12 месяцев, указали, что их отпуск длился от 6 до 10 дней 18% или от 1 до 5 дней 12% 8% жителей за год берут отпуск продолжительностью до двух недель 32% отдыхавших за границей в прошлом году указали, что на человека выделяли бюджет от 500 до 1000 евро 16% респондентов потратили на отдых от 1000 евро до 1500 евро на человека 23% путешественников выбрали для своих поездок меньший бюджет от 100 до 500 евро Большинство путешественников, 39% сами планируют поездкой за границу 15% покупают некоторые услуги сами, некоторые через турфирму, ну а 18% доверяют турагентству В Клайпиде стартовал круизный сезон Первым к причалу круизных судов под флагом Уоллеса и Футуны пришвартуется французский лайнер Le Belot В этом сезоне до 1 октября ожидаются 53 таких судна, на 30% больше, чем в прошлом году В прошлом году круизный сезон в Клайпиде начался 21 апреля и завершился 17 сентября Клайпиде начался 21 апреля и завершился 17 сентября